Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По большому счету сейчас время для тех, кто будет решаться, играть в эти игры, не играть, получать паспорт в Черногории, не получать. И сегодня в течение ближайшего часа мы как раз с экспертами поговорим о том, что для этого нужно сделать, как успеть, учитывая, что все обязательства с обеих сторон, ну, по крайней мере, значительная часть обязательств должна быть выполнена до 1 января 2021 года. Все хорошо у нас было на связи до буквально недавнего времени. Сейчас я вижу, что Светлана Томпсон, глава представительства Monty's Mountain Reserve с нами. Светлана, здравствуйте. Давайте связь проверим. Я вижу, у вас микрофон выключен. Включайте его и говорите здравствуйте. Да, Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать всех, кто собрался на наш сегодняшний вебинар. Отлично. Светлана, здравствуйте. И вот с нами на связи еще Софья Силина, вице-президент ActEx Capital Partners. Более того, я вижу, она в числе докладчиков, но что-то у нее с камерой и с микрофоном. Вроде все было хорошо на репетиции, но, как обычно бывает в такой ситуации, в последний момент что-то засбоило. Софья, если вы с нами, подключайтесь, ну, как сумеете по ходу нашей беседы. И я приветствую всех зрителей и на нашей платформе, и в Фейсбуке, потому что у нас наши посетители есть. Напоминаю, у нас работает чат. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сейчас самое-самое время это делать. Ну, мы должны были по нашему плану начать с Софьи, первые вопросы ей задать. Но поскольку ее нет... А, Софья, только я сказал, что у вас нет, а вы здесь. Видно, слышно? Видно, слышно. Что произошло, не знаю. Ничего страшного. Ничего страшного. Главное, что вы с нами. Итак, Софья Силина, вице-президент. Эхо есть? Эхо. Ну, я не очень слышу, но вроде все более-менее нормально. Если какие-то сбои по связи, можете, желающие, напишите нам в чат. Но мне кажется, все более-менее нормально. Итак, Софья Силина, вице-президент АПЕКС Капитал Партнерс по России и СНГ тоже с нами. Софья, давайте тогда все-таки с вас бы начнем. Говорила о том, что до завершения программы осталось 3,5 месяца. Но вот назовите, пожалуйста, дату более-менее реальную. Вот когда нужно начать работать с программой, с тем, чтобы иметь какие-то шансы успеть. Вот реально. Как бы вы назвали? Просим к нам на Ленцевский переулок, 25, для того, чтобы мы сделали полную консультацию и ответили на все волнующие человека вопросы. Есть один маленький момент с подачей документов. Список документов действительно очень большой, длинный. Кто с ним сталкивался, видел. На подготовку уходит месяц-полтора. Это самое минимальное, что ждет каждого аппликанта и членов его семьи. В работе вместе с нами, с юристами, консультантами АПЕКС Капитал Партнерс. Но в конце, самом в конце декабря, те люди, на которых снизойдет озарение, и они соберутся все-таки прийти в объятия Черногории и попробовать податься на гражданство Черногории. Мы сможем сделать это и успеть с подачей до 31 декабря, подав всего лишь три документа. Это государственную заполненную и подписанную человеком форму. Это паспорт переведенный и нотариально заверенный. И доверенность на нас, как на государственного агента. Все потом мы дошлем. Окей, давайте о программе Черногории мы говорили много. Собственно, информации у нас было много и условия мы рассматривали. Но давайте все равно красненько все-таки пробежимся по ним вновь. Буквально пару минут. Я попрошу включить свою коллегу презентацию Софьи. Вот она и так Черногория гражданство через инвестиции. Я просто на нескольких слайдах попросил бы остановить наше внимание. Итак, вот тут описано срок оформления до шести месяцев. Вы компания лицензированный агент программы гражданства Черногории. Вот буквально в одну минуту напомним еще раз, каковы базовые условия, связанные с покупкой недвижимости. Пожалуйста. Базовые условия программы Черногории очень элементарны. Запомнить их может каждый школьник. Заключается программа Черногория всего лишь в нескольких цифрах. Необходимость инвестиций либо в северный авторизованный проект на сумму 250 тысяч евро, либо в южный авторизованный отельный проект 450 тысяч евро. Ко всему этому будет прибавляться на любое количество членов семьи 100 тысяч евро благотворительный взнос. На семью аппликанта плюс государственные пошлины. Их всего лишь две в Черногории. Первая называется Application Fee. Состоит она из 15 тысяч евро на главного аппликанта и по 10 тысяч евро на каждого дополнительного зависимого члена семьи. После семьи из пяти человек пошлина будет равна 50 тысячам евро. Мы всегда делаем полный расчет, можете не запоминать. Плюс пошлина обязательная к запоминанию и к наличию в калькуляции – это due diligence проверка по безопасности. На семью из четырех человек 10 тысяч за каждого дополнительного члена семьи по полторы тысячи. Дополнительные расходы на нотариальные заверения, переводы на английский черногорский, использование эскроу счетов, DHL, медицину, больше не на что тратить, примерно 5-6 тысяч евро на семью. И услуги лицензированного агента, то есть Apex Capital Partners. Вот и все затраты на программу Чернобыль. Окей, с затратами более-менее определились. Ну, собственно, частично здесь они как раз представлены. Все желающие могут получить после этого презентацию. Для этого просто напишите нам в чат, если вы хотите получить какие-то подробности. Или можно будет связаться с Софьей и Светланой по завершении нашего вебинара. Теперь давайте поговорим вот об этом слайде. Слайде, пожалуй, в текущих условиях самым важным. Итак, мы говорим о том, что программа гражданства заканчивает свое действие 31 декабря. И, значит, возникает вопрос, надо успеть. Давайте посмотрим, что значит успеть. Успеть, это, как я понимаю, приобрести визжимость и собрать пакет документов. Без одного и без другого сделать что-либо трудно. Так вот, если мы говорим про документы. Вот здесь есть список, их 19. Давайте через запятую, что относительно в текущих условиях делается долго. Например, вот пункт первый, нужны все действующие паспорта на всех членов семьи. Насколько я понимаю, ну, в общем, эта штука более-менее элементарная. Да, конечно, Филипп, все паспорта, все личные документы, если они не утеряны, собираются просто путем открывания специальной тумбочки и вынимания этих документов оттуда. Отнесение этих документов с нашей ли помощью, с помощью своего водителя или секретаря, или, собственно, ручно в бюро переводов для необходимого нотариального заверения и перевода на английский язык. Окей, свидетельство о рождении, вот смотрите, пункт два, свидетельство о рождении на всех членов семьи. Вот тут я не по примеру Черногории, по примеру других стран знаю, что иногда проблемы возникают, потому что свидетельство о рождении очень часто у людей, ну, мало того, что утеряно, а если даже не утеряно, оно может быть выдано там в Советском Союзе, а ты родился в стране, которая сейчас уже явно не, живешь в стране, которая сейчас уже не Советский Союз, вот насчет этого, есть ли здесь какие-то подводные камни? Все так. Мы не раз восстанавливали свидетельство о рождении наших клиентов, утерянные к моменту необходимости подачи документов на гражданство Черногории. У нас есть специально обученные контакты третьих лиц, компании, которыми мы работаем уже много лет, десятков лет, которые помогают нам восстановить такие документы в различных странах бывшего СНГ. Восстанавливали мы и в Грузии, и в Армении, и очень часто на Украине нужно делать различные документы. Все это элементарно занимает время. Вот что значит занимает время? Вот это сколько? Предположим, то есть означает ли, что если человек живет сейчас в России, является гражданином России, но условно говоря родился он там в Ташкенте, например, на то, чтобы получить соответствующий документ, нужно, ну, соответственно, месяц на то, чтобы получить свидетельство о рождении из Ташкента. Вот примерно так. Да, все так. Но это, как мы и говорили с вами в самом начале, может быть как раз тем документом, которым мы дошлем как окончательную уже, когда будут все документы поданы, объект инвестирования выбран, и все документы уже окажутся в департаменте. Вот этот вот самый потерянный сертификат у рождения, который будет готов в течение месяца, будет доотправлен нами и доположен в департамент миграции уже дополнительно. Это нисколько не повредит всей подачи. Окей, смотрите, пункт номер 4. Это справка из полиции об отсутствии судимости на всех членов семьи старше 16 лет из страны происхождения и страны проживания. Насколько это сложно? Потому что, опять же, я знаю, эта история по времени длительная. Если идти через госуслуги, если мы говорим сейчас о российских гражданах, есть у нас такая отличная система, которая называется госуслуги. Там это все делается действительно не быстро, в течение месяца и стоит ноль. Но так как времени сейчас у нас уже будет в обрез, поэтому обращаемся мы как раз с нашими клиентами, опять-таки, к специально обученным компаниям, которые ускоряют подобные вещи и процедуры и выдают подобные справки за максимум две недели. Можно, в принципе, и за день это делать, и за три, но смысла в этом нет. Может, документы все равно хотя бы две недели будут к нами собираться. Для меня откровением стало, что нужно получить справку из страны происхождения. То есть, опять же, условно говоря, я родился, допустим, в Киеве, сейчас живу в Москве. Мне нужно получить и одну... Очень просто. Филипп, не поверите, насколько просто получить из Киева справку о несудимости. Видите, вообще в любой другой стране, ниже чем Россия, справка о несудимости делается быстро или в электронном виде, а в России нужно получить синюю печатью, поэтому нужно на это потратить время, либо это делать по доверенности, либо это делать через обученных людей, либо ждать месяц. Но в любом случае, да, и справки о несудимости нужны из всех стран, где человек проживал за последние 10 лет не менее полгода в году. Поэтому тут вот внимание. Ага, значит, смотрите, получил вот эти справки, получил эти справки, и, соответственно, их тоже нужно перевести, заверить у нотариуса или ничего, или это просто приносишь оригинал и все? Все документы личного характера должны быть нотариально заверены. Мы подаем не оригиналы, мы подаем копии, и переведены на английский язык. Когда документы уезжают на территорию Черногории уже в наш черногорский офис, документы переводятся там переводческим агентством на черногорский язык и заверяются там. Есть один момент. У нас очень у многих клиентов есть виды нажительства или гражданства других государств, нежели чем российские, украинские и так далее. Вот если у вас есть вид нажительства Латвии плюсом к российскому паспорту, например, то вид нажительства Латвии должен быть апостелирован. Для этого вам придется либо прилететь в Латвию, либо отправить нам карточку вида нажительства в наш черногорский офис, и мы сделаем все необходимые процедуры на территории Черногории. Многие наши клиенты беспокоятся о своих документах. Но DHL, фу-фу-фу, ничего не терял за последние 10 лет нашей истории. И надеемся, такого не произойдет. Но если очень переживаем, то мы отправляем специальных наших курьеров, наших апексовских ребят, которые вот таким образом челночно путешествуют между Москвой и Подгорицей, привозя и увозя документы в тот же день обратно и отдавая их клиентам. Окей, смотрим следующий пункт. Вот здесь пункт 5 и пункт 6 в этом списке. Это медицинские справки. Медицинскую справку тоже можешь дослать позднее, или это все-таки история, которая делается в моменте и быстро? Ну, это делается не в моменте. Это делается достаточно быстро. На это нужно хотя бы несколько дней для того, чтобы результаты анализов пришли. Как вы видите, анализов достаточно много. Черногория выпендрилась, можно так сказать. И по сравнению со всеми прочими программами гражданства, которые мы имеем сегодня в нашем портфолио, у Черногории самый расширенный список медицинских анализов, на которые нужно потратить реально немного, но времени своего личного. Для маленьких детей нужны будут прививочные сертификаты. Для взрослых людей, вот все, что вы видели на экране, или увидите в нашей презентации. Анализов много, но неделю это займет. И да, отвечая на ваш вопрос, это также можно дослать позже. Позже. Ну, фотографии так уж и быть мы сделаем быстро. Дальше идет некий CV на всех членов семьи старше 16 лет с подписью. Это что? Это резюме. Это резюме, которое мы готовим. Наш юрист вместе с представителем или с самим клиентом готовят о клиенте. О том, из чего состоял его жизненный путь с момента окончания учебного заведения или учебных заведений. Мы показываем полностью всю трудовую деятельность нашего аппликанта за весь период, сколько бы ему ни было лет. Надо все. Следующий пункт – рекомендательное письмо с работы. Это еще что за зверь? Ну, все наши клиенты бывают разными совершенно, зверьми. У кого-то есть рабочий стаж, и для этого как раз трудовая книжка, рекомендательное письмо с рабочего места необходимо. Кто-то комбинирует наличие ООО или ИП, кто-то является совладельцем бизнеса на разном совершенно уровне и процентном соотношении. Это мы все раскладываем, смотрим, что показываем, как основное происхождение средств, источник. Что показываем просто в резюме, упоминая это в обязательном порядке. Но показываем мы документы на ООО, на ИП обязательно, уставные документы, финансовую отчетность за последний отчетный период, на сегодняшний момент это за 20-й год, и любят очень дью-диллижен смотреть на свидетельство о уплате налогов. То есть это все тоже собираем. Едва это фейл, если сотрудник. Уточнение вот от нашей зрительницы. Что писать в резюме, если я сейчас нигде не работаю, вообще может ли это как-то сказаться? И резюме должны, только главный заявитель должен дать, или все должны считаться, что вместе с главным заявителем рассчитывать на гражданство? Главный заявитель дает самое расширенное резюме, все остальные, взрослые члены семьи, просто описывают, как могут себя. Но вообще должны и муж, и оба супруга дать описание своей трудовой деятельности. Если вы сейчас не работаете, то мы должны в любом случае показать, откуда у вас средства, которые вы готовы потратить на гражданство Черногории. Возможно, у вас есть некий трудовой путь, который мы можем описать. Возможно, вы только что продали компанию, или вы живете на сдачу в аренду жилых или коммерческих каких-то зданий, квартир, апартаментов. Возможно, вы продали вчера биткоин, может быть, зарабатываете на ценных бумагах. То есть можно быть нигде не оформленным, но это не является обязательным условием этой программы. Но мы должны показать, откуда, где у вас источник дохода. Окей. Вот смотрите, я еще раз покажу вот этот список. Здесь под номером 10 банковская выписка со счета, используемого для перевода за последние 12 месяцев. Вообще несколько слов, можно чуть шире. А как ты должен... Вообще, есть ли какие-то требования и проверки, связанные со своим финансовым состоянием? Потому что банковская выписка за последние 12 месяцев, разумеется, мало что скажет об источнике моих доходов глобально. Вот вообще вся эта история, насколько серьезно и жестко проверяют, и что ты должен указывать в резюме, или что нужно показать это банковская выписка по поводу источника происхождения средств. Насколько за этим всем следят жестко. Тут, знаете, Филипп, вопрос глубинный. У всех совершенно разные истории. Мы этим занимаемся с утра до вечера, если честно, раскладывая как раз вот этот вот веер различных вопросов и нюансов биографии каждого нашего клиента. Да, за 12 месяцев, возможно, и не покажет всю вашу жизнь, но как дополнение доказательства источника происхождения средств, выписка со счета за 12 месяцев очень хорошо помогает ю-дилиженсу посмотреть на вас как бы сверху. Во-первых, вся информация, которую мы указываем в государственных формах, она должна биться друг с другом. То есть пазл должен сходиться в правильном контексте. Если у вас нет денег на счете и нет истории за 12 последних месяцев, но судя по компаниям или судя по открытым источникам в интернете, вы зарабатываете большие достаточно деньги, являетесь там открытой какой-то публичной личностью, о которой много что сказано, или из открытых источников видно, что ваша компания приносит огромный доход, тогда странно, зачем мы показываем пустой счет. Если мы показываем слишком большой счет, это тоже может вызвать много вопросов. Поэтому мы должны находить тот самый баланс идеальный к подаче. У нас есть много, не много, ряд клиентов, кейсов от аппликантов из списка Forbes. Но ю-дилиженсу не нужно показать все их активы, все их счета с их миллионами и миллиардами. Нет, не об этом речь. Но по счету, который за 12 месяцев мы предоставим, должно быть видно, что человек ведет некую деятельность именно с этим счетом. Человек живой, есть приход, расход. Он может платить за отдых своей семьи туристический. Или вот только на этот счет приходит доход вот от этой его 25-й компании. Но и он его показывает. Что гарантирует некому чиновнику, который рассматривает его кейс где-то там в Великобритании или в Канаде, а у Черногории две компании, которые осуществляют ю-дилиженс, что человек готов предоставить максимально открытую информацию о себе. А дальше они уже сравнивают, насколько она правдивая. Окей, ну дальше там идут дипломы образования, справка с места учебы, кадастрию и выписки из МФЦ. Это, наверное, история такая, ну, уже более прозаичная. Вопрос все-таки, давайте вернемся вот к истории. Значит, из всего этого списка. Вот он у нас, еще раз я его покажу. Что, какие моменты, какие пункты вызывают наибольшие затыки, то есть где могут быть трудности. И главное то, что вы сказали, еще раз давайте к этому вернемся. Вот к тому, чтобы успеть, какой минимум нужно иметь, и к какому числу по факту сейчас практически, а не теоретически. Начну с последнего, с последней части вопроса. Для того, чтобы успеть сейчас, сейчас у вас есть время для того, чтобы у всех успеть. Поэтому для сегодняшнего конкретно дня то, что, о чем мы говорим, не очень работает. Сейчас мы собираем весь файл. У нас есть еще полтора месяца, их достаточно. Но когда мы с потенциальными аппликантами подойдем к декабрю месяцу, у нас уже не будет ни месяца, ни полутора, а податься захочется многим. Поэтому мы будем принимать первично для того, чтобы застолбить, грубо говоря, место на подачу на гражданство Черногории. Нам нужно будет с вами подать государственную форму или формы, если членов семьи несколько, подписанную и заполненную нашим юристом, подписанную вами, нам нужно будет на всех членов семьи собрать все существующие паспорта, нотариально заверить их копии и перевести на английский и в Черногории на черногорские языки. И нам нужно получить от вас еще два параметра. Доверенность на нас, как на Apex Capital Partners, чтобы вы выбрали конкретно нас в качестве представляющего ваши интересы лицензированного государственного агента на оформление гражданства Черногории. И нам нужно, чтобы вы определились с выбором объекта инвестирования. Либо это север, либо юг. Если это север, то какой из проектов? Если это юг, то какой из проектов? И также подписать с каждым из этих девелоперов хотя бы оферту, письмо о том, чтобы выбрали конкретно его, чтобы пошла процедура оформления договора купли-продажи или преддоговора у всех девелоперов по-разному. Отвечая на первую часть вопроса, что все же из перечисленных 19 пунктов является самым длительным к оформлению, Если не ускорять справку о несудимости, то это месяц. Если ускорять, мы выбрасываем этот пункт номер 4 из обсуждения, потому что справку о несудимости за деньги можно получить в течение недели-двух. Если утеряны документы, посмотрите в ящичек, где они лежат, и поймите, утеряны или нет. Если утеряны, можно уже отдавать на восстановление. Все остальное можно сделать в течение одного месяца точно. Все документы можно собрать в течение нескольких дней. На переводы на английский язык у вас будет затрачена неделя. Вот это вот самое то, что будет немного, но тянуть. То есть 29 декабря мы не сможем подать. Мы не сможем принять от вас заявку и податься. А вот 10 декабря мы успеем. 10 декабря, когда выполнены уже все-таки те условия, о которых вы говорите заранее. Ну, то есть вот в частности решен вопрос, например, с приобретением недвижимости. Причем я еще раз хочу уточнить у вас, для того, чтобы подавать эту заявку, деньги уже должны быть переведены за недвижимость или это не обязательно? Нет, не обязательно. Это будет все делаться поступательно в течение нескольких недель. Главное, определиться это да. Определиться и с тем, что вы идете в программу, и с объектом инвестирования, и с лицензированным агентом. Вы еще одну вещь сказали, такую фразу, я все-таки, возможно, ответ прозвучал, я просто его не зафиксирую. Фраза звучала так. Вы должны застолбить место под подачу. Что значит застолбить? И кроме вас, кто еще борется за эти места? И не получится ли так, что вы начинаете столбить эти места, вам говорят, не, ребят, слушайте, вот на эти дни уже все, потому что другие уже застолбили. Придется подождать. По дням мы не отталкиваем друг друга локтями с нашими двумя оставшимися агентами. Нас всего три в мире. Компании, которые лицензированы под подачу на гражданство Черногории. Но, во-первых, существует квота, давайте о ней помнить, квота 2000 семей. Да, пока она еще не выбрана, но, кто знает, может быть, за последние, за последующие три месяца нахлынет лавину. Мы и так это наблюдаем, но, может быть, это все будет увеличиваться в какой-то безумной прогрессии, особенно после последних политических событий, которые всегда подстегивают решения наших ампликантов потенциальных. Ну, и что еще, о чем нужно помнить, что все-таки у чиновников тоже есть некая такая вещь, как уход на праздники. Поэтому, если вы вдруг решите все это сделать к Новому году, то мы можем просто столкнуться с закрытыми дверями. Это будет обидно. Скажите, правильно ли я понимаю, исходя из того, что вы сейчас сказали, что, по большому счету, физически сам факт получения гражданства, то есть получение паспорта Черногории или получение какого-то документа ему предшествующего, может состояться и в начале будущего года. То есть просто одно дело застолбить, а другое дело физически стать гражданином. Это затянется, и, как я понимаю, этот процесс все равно до полугода растягивается. Значит, еще и к лету будут многие получать гражданство. Конечно, все будут получать, Филипп, к лету гражданство. Все, кто сейчас подается, кого мы подаем, а кого уже в декабре подадим, так точно. Это будет все в 2022 году, причем во второй половине. Если сейчас решения государства выходят в течение шести месяцев плюс уже, а в прошлом году это было 50 дней на принятие решения по поводу получения нами одобрения на клиента. То есть все очень растягивается, и чем больше аппликантов, тем меньше справляются чиновники, тем больше растягиваются сроки. Так что, да, все получат в 2022. Для примера, вот те, кто их получают сейчас, они когда, что называется, застолбили? Примерно. Мы за них застолбили. Да, вы за них застолбили. Тот, кто получает сейчас, уже шесть месяцев ждал. Уже шесть месяцев ждал. То есть можно предположить, что те, кто будут подаваться, вот, октябрь, ноябрь, декабрь, будут ждать не шесть, а семь и восемь. Ну, дай бог, этого не произойдет, и департамент просто наймет дополнительных сотрудников, но за это мы точно не можем вручаться. Поэтому, да, сроки растягиваются. Так, вот пошли вопросы. Родственники могут получить гражданство только как иждивенцы, или как работающие они тоже могут? А вот давайте разберем, кто такие родственники. Родственниками являются первый круг. Это муж, жена и финансово зависимые дети. На вопрос, часто получаемый нами, а сколько должно быть лет детям, и можно ли там в 29 лет у меня дочь, может ли она податься. Если она не работает официально, то и у нее нет своей семьи, то да, и она финансово зависима от родителя, потому что мы будем писать специальную бумагу. Отец или мать будут подписывать тот факт, что ребенок является финансово зависимым, проживает на одной жилплощади. Но если дью-дилиженс найдет факт рабочей деятельности ребенка, то вся семья может получить отказ. Отвечая дальше на этот же вопрос, финансово зависимые дети, да, могут. Вот обучающиеся дети на бакалавриат, магистратуру, спирантура, все это отлично. Проходящие какую-то практику, стажировку, все можно определить в одну семью. Сестер, братьев нет, родителей, главных аппликантов, к сожалению, нет. Это не карибские программы, сюда вот можно брать только муж, жена, финансово зависимые дети. Просто, ну, технический вопрос, который, можно сказать, с фейсбука, вот мне сейчас написали, может быть, просто какой-то частный случай, хотя, еще раз говорю, если частные какие-то вопросы, всегда можно обратиться, потом будет напрямую. Но вопрос такой, студент, но при этом он еще и работает, ну, так, подрабатывает, видимо, где-то. Вот что значит, есть какой-то официальный заработок, есть какой-то официальный доход, но он объективно ничтожен, и, условно говоря, полноценной жизнью жить невозможно. Ну, студент все равно там на губную помаду и такие, знаете, еще очень дорогие штучки, которыми глаза подкрашивают, мне недавно в конторе рассказали у меня, так сказать. Вот на это хватает, а на что-то большее нет. Бумажку мы специальную, Филипп, пишем вместе с нашим аппликантом и с его несчастным студентом, который хочет также получить гражданство Черногория, о том, что, во-первых, мы не скрываем, что он работает, но представляем это как прохождение стажировки, потому что он может учиться, и это прекрасно. Свидетельство того, что он учится, является уже залогом успеха. А та работа, к которой он работает, пусть будет называться стажировкой, тогда все будет хорошо. Окей, процент отказов по программе. Вот вы, например, сейчас привели очень яркий пример, когда могут отказать, да? А вот когда уже подавали документы, может быть, не у вас, может быть, какие-то другие примеры, что находили или какие проблемы были? Смотрите, отказы, естественно, нет такой программы, где нет отказов. Ну, мы не берем Мальту, где все от противного, там больше отказов. Где есть только отказы, да? Одобрений. Всегда говорю, что это радостно. Мы выделили целый эшелон клиентов, который идет к нам от других наших партнеров по цеху с отказами по Мальте. Отказывает Мальта по совершенно удивительным причинам и признакам, Мальта. Это дополнительный клиент на Черногорию или на Карибы. По черногорской программе получить отказ можно, но очень осторожно нужно, во-первых, для любой программы давать сведения о себе и полные лучше всего. Не должно быть фальсифицированных сведений. Вот это вот самое главное. Если вам хочется что-то придумывать, у вас хорошая фантазия, пишите книги. Не нужно писать, давать нам информацию для того, чтобы мы заполняли госформы. В госформах должно быть все ровно как есть. Никакие, без прикрас. Если у вас были судимости, мы должны о них знать. Если они сняты, мы должны видеть документ о снятии судимости. Что это была за экономическая судимость? Мы подаем дополнительные бумаги, которые объясняют все эти моменты. Если вы ПЭП любого уровня, муниципальный ли вы депутат, это, кстати, не ПЭП, или депутат там какой-то думы и так далее, мы это все должны... Или вы вчера закончили свою деятельность чудесную политическую. Все это мы должны знать, видеть наперед. Зачастую мы получаем просто вопросы. А вот у меня есть такой вот клиент от наших партнеров, и у него сложные ситуации. И перечисления. Мы можем долго беспредметно общаться. Нам лучше иметь первую страницу заграничного паспорта человека для предпроверки, а также для просто банально проверки человека в интернете, в открытых источниках. И сразу будет понятно, что подумает due diligence, первично глядя на этого человека. Потому что если это какие-то публичные личности, нужно смотреть на количество негативной информации в интернете. Ее очень много. Компроматы очень много любят. У нас разные источники типа компромата.ру и так далее. Все это нагнетение разных ситуаций, борьба кланов и так далее. Мы все это должны видеть. В этом будет момент, элемент некий потенциала отказа. Но все же, когда мы делаем вот это вот взвешивание за и против, мы практически в 99% случаях не ошибаемся. Уже столько через нас прошло аппликаций различного толка, и ни одной нет простой. Ой, нет, извините, одна была недавно. Айтишник, молодой человек, ему 27 лет. Ни одного вопроса к нему не было. Ни у нас, ни у due diligence. Вот с такими вообще нет никаких вопросов. У всех остальных есть история. Вот, я могу сказать, что айтишники, это да, это самое то. Сам со временем мог стать айтишником. О, сейчас бы оформлял себя гражданство Черногории. Ну ничего, как никогда не поздно. Никогда не поздно. Хорошо, да, кстати, с этой профессией точно. Следующий вопрос. Упрощен ли процесс для граждан Евросоюза? А если это гражданин Евросоюза? Ну, не знаю, насколько это частый случай. Вряд ли к вам многие обращаются из ЕС, но тем не менее. У нас есть клиенты, кстати, с кипрскими паспортами, никогда не понимаю для чего, но есть, как бы, хозяин-барин, если хотят, то пожалуйста. Есть с другими паспортами, с ВНЖ это совсем много, но нет никаких упрощенных процедур для граждан ЕСа, нет. Это не те же. Процедура, процедура единая, проверка единая, все вопросы к аппликанту единые для всего мира. Окей. Кем бы вы ни были. Принимаете ли вы документы вот от того же нашего зрителя на немецком языке или только на английском они должны быть вообще с языками? На английском. Только на английском. Обязательно. На английском языке и на черногорском. Есть два перевода. В России или где-то мы делаем на английский язык. И когда документы уже оказываются в нашем локальном офисе в Подгорице, идет перевод на черногорский язык. Окей. И через пару секунд, а так, можно ли будучи работающим пенсионером получить гражданство? Гражданство через инвестиции можно получить человеку с 18 лет. Работающему пенсионеру сам Бог велел получить гражданство в Черногории и провести свою дальнейшую жизнь, смотря на чудесные черногорские горы или шикарные. Шикарное Адриатическое побережье. Окей. Ну вот как раз к нам очень удачно сейчас подключилась Светлана Томпсон, глава представительства Монтенс Монтенс Резерт. И перед тем, как вот первый вопрос задать ей, вопрос все-таки Софья. Значит, мы говорим о приобретении недвижимости. То есть основой является покупка объекта недвижимости. Верно. Что нужно успеть сделать, ну скажем, вот для того, чтобы застолбить место под подачу? Вы сказали, что какие-то первоначальные переговоры выбрать. Что значит выбрать? Какой документ я должен предоставить властям Черногории, чтобы они поняли, что я выбрал? Преддоговор, который мы заключаем вместе с нашим аппликантом, вместе с девелопером. При этом деньги за этот преддоговор не означает оплату. Не означает. Не означает. После того, как объект выбран, после того, как вы подписали доверенность на наш офис в Черногории, на представителя, на юриста в Черногорском офисе, мы открываем для каждого аппликанта два эскроу-счета в Черногорском банке, авторизованном под программу. На эти два эскроу-счета будут переведены две основные цифры. Это благотворительный взнос 100 тысяч евро и взнос за северный проект 250 тысяч или за южный 450 тысяч. Все это там будет лежать до момента выхода одобрения. И потом цифры, деньги увидят и девелопер, и государство. Банк берет небольшую комиссию, мы ее обсуждали, включали ее как раз в дополнительные косты. Окей, Софья, не прощаемся ни в коей мере с вами. Не прощаемся. Я вижу, у нас на этом вебинаре как-то необычная ситуация. У нас обычно минут через 5-7 после начала такой пик посетителей. А сейчас я вижу, вот, людей становится все больше и больше, и мы вот такие базовые моменты с вами чуть позже еще обязательно повторим. Хорошо. Светлана, итак, есть замечательный проект на севере Черногории. Буквально в двух словах давайте о нем, а потом поговорим о технической стороне вопроса, как сейчас выбрать и купить быстро. Рассказывайте, пожалуйста, и давайте сразу вашу презентацию Включим? Давайте. Включим, включим. Это не она. Да. У нас, пока начнем говорить, да, у нас такой, можно сказать, самый масштабный, самый грандиозный. Это пятизвездочный отель, как уже и вы, и Софья сказали, авторизованный под программу гражданства, и кроме всего это будет второй крупнейший отель в Черногории, расположен он в Калашине. Калашин самый крупный посещаемый курорт, самый популярный сейчас, и более того, он входит в программу развития региона. То есть само государство очень активно вкладывается в регион Калашин, увеличивают горнолыжные трассы, то есть они к концу этого года уже увеличены в полтора раза, к 2022-2023 году они будут, получается, наверное, в три-четыре раза увеличены, до 125 километров трасс. Строятся прогулочные зоны, строится вся новая инфраструктура. Вот, кстати, хороший, если можно остановиться на этом слайде, это план нашего отеля. Площадь общей застройки у нас порядка 19 тысяч квадратных метров. Как я сказала уже, из всех северных проектов у нас самая большая территория, самый большой отель, самое большое количество номеров и самый дорогой проект по вложенным средствам. На территории, то есть у нас в отеле будет 238 номеров, и на территории у нас планируется собственный 3D-кинотеатр, ресторан, бар, кафе. У нас будут спортивные площадки, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная, теннисные корты и так далее. Также у нас будет большой конференц-зал на 400 человек и, естественно, просторная зона спа больше тысячи квадратных метров и тренажерный зал. Здесь небольшой план сверху, видны площадки расположения наших зданий. И, Филипп, если можно вернуться вот на картину, предыдущую, как раз, в чем наше тоже основное отличие и, скажем, это плюс, и, скажем, от чего будет зависеть наша доходность, да, которой мы заявляем где-то 4-5 процентов годовых, это то, что нами будет управлять известный отель Management Splendid. Многие знают, многие не знают, что это самый первый пятизвездочный отель не только в Черногории, но и на всем Адриатическом побережье, популярен не только у российских граждан и граждан из Республики СНГ, но также и голливудские звезды, и Билл Квинтон, очень многие известные люди там останавливались и останавливаются. И уже на протяжении многих лет Splendid не теряет своего уровня сервиса, и он будет управлять нашим отелем, то есть у нас отель Monty's Mountain Resort by Splendid. То есть, я правильно, еще разочек, чтобы было понятно, в данном случае покупка недвижимости – это покупка, по сути, гостиничных номеров. На севере, да. Ну, есть проект, где покупается доля в отеле, у нас номер собственности. Номер собственности. Мы с вами беседовали весной, мы с вами беседовали летом, весной все только начиналось, у вас были первые продажи. Летом вы со слезами на глазах сказали, что некоторые квартиры купить уже нельзя, потому что они куплены, и некоторые этажи уже распроданы целиком и так далее. Прошло еще два месяца, какая ситуация сейчас, что осталось из мест, из номеров, и чуть позже, наверное, даже в презентации, можем показать какие-то конкретные варианты, да? Да, у нас есть несколько категорий номеров, если мы найдем этот слайдик, как раз. Ну, сейчас найдем. Вы пока рассказывайте. Есть десятка севера, у нас есть две категории номеров, Junior Suite 33,5 квадратных метра и Splendid Suite 43,5 квадратных метра. И, естественно, так как Splendid Suite имеет большую площадь, вот они. Да, вот они. Все в первую очередь стараются раскупить и забронировать Splendid Suite. Доход с этих двух категорий номеров, он абсолютно одинаковый. Здесь просто инвесторы выбирают, исходят из того, что потом, когда можно будет приезжать один месяц в году, приятнее останавливаться в номерах немножечко большей категории. Также у нас есть две категории номеров Executive, за 500 тысяч евро это Executive Suite и Presidential Suite. Это на двух инвесторов. Но практически у нас тоже там уже ничего не осталось. И мы сейчас разделили несколько Executive Suite, потому что так как Splendid у нас используются большой популярностью, естественно, они были также очень-очень быстро раскуплены. Что касается номеров, то, что сейчас есть в наличии, у нас есть еще небольшое количество Splendid Suite, который больше, категории больше, большей площадью 43 квадратных метра. И есть удачные рядовые номера Junior Suite. Скажите, пожалуйста, стоимость этих номеров включает ли в себя отделку? И я правильно понимаю, что поскольку это гостиничные номера, фантазию свою дизайнерскую проявлять не придется. Ты просто берешь вот такую отделку и вариантов других нет. Да, так как нашим отелем будет управлять отель Splendid, естественно, что все, весь отель будет выполнен в соответствии со стилем этого отеля, с его брендом. Номера все сдаются полностью с отделкой, с мебелью, с текстилем, полностью декором, полностью готовые к заселению. Несколько слов о доходе. Вы уже сказали, что доход будет, да? Как вы его отмениваете? Является ли он гарантированным? И о каких цифрах здесь идет речь вообще? Ну, смотрите, это не инвестиционный проект, естественно, гарантированного дохода здесь нет. То, что мы гарантируем нашему инвестору, это 40% от чистой прибыли всего отеля. То есть это номер, который у него будет в собственности. И также будет прибыль со всей инфраструктуры, рестораны, спа, кинотеатр, бар и так далее. То есть со всей инфраструктуры отеля. Как я уже говорила, отложенных средств это получается где-то 4-5% годовых. Окей, тогда смотрите, какой у меня еще есть вопрос. Давайте, собственно, то, с чего мы начинали и к чему мы пришли. Значит, времени все равно осталось мало. Если к вам придет 3 января, человек с каждого решил сделать себе новогодний подарок отеля, номер в виде гражданства, вы сможете сделать вот только половину этого подарка, только номер. Как быстро сейчас осуществляется продажа бронь и как вообще технически это происходит? Окей, вот мне вроде интересно, и я хочу побыстрее это сделать, потому что, ну, не так часто я собираюсь там бывать. Для меня главное, для меня гостиничный номер это, ну, небольшие инвестиции, а главное это просто получить пропуск гражданство Черногории. Ну, здесь действительно зависит от того, как часто и планируете ли вы приезжать, потому что есть клиенты, которые совершенно не планируют приезжать, и они просто говорят, забронируйте мне любой номер. Есть клиенты, которые очень тщательно выбирают номер, они смотрят виды, куда будет выходить, куда смотреть и так далее. Обычно это делается, то есть мы общаемся, я отправляю все свободные номера, отмеченные на плане отеля, и из оставшихся инвестора выбирает, мы бронируем за ним, дальше начинается, уже продолжается сбор документов. Очень быстро. Ну, очень быстро в цифрах. Это 48 часов 72. Вот самый быстрый выбор, сколько у вас был? Вот человек пришел, сказал, беру послепую, понимаешь? Нет, вслепую это крайне редко бывает. Как я уже сказала, бывает. Если инвесторы не хотят совершенно приезжать и останавливаться в этих номерах, бывает, да, вслепую забронируйте мне любой номер, мне все равно. Как правило, все равно выбирают, то есть они смотрят на плане, куда выходят, ну, 5-10 минут, сутки, ну, не дольше. Софья сказала, нужен предварительный договор. Он, как я понимаю, довольно стандартный, ничего, ну, как бы, вот, ничего, собственно, такого нет, да? То есть он у вас есть, вы можете по желанию прислать любому желающему? Конечно, мы обязательно, даже не то, что по желанию, мы обязательно отправляем в русской версии, для того, чтобы инвестор мог ознакомиться со всеми условиями договора. Если есть вопросы, то это все обсуждается с нашими юристами, мы в этом плане достаточно лояльны. И основная версия, потом, когда уже договор на русском языке согласован, основная версия на английском и черногорском, она уже подписывается юристами АПЕКСа в Чернобое. Окей. Наш зритель спрашивает, вот сколько сверхцены в 250 тысяч нужно будет заплатить? Налоги и так далее, например. Вот, хорошо, 250 тысяч за номер, что еще? Мы не берем сейчас историю с программой, говорим только... Нет, ничего, все, все входит в стоимость. НДС входит, больше никаких доплат нет. То есть только все, что по условиям программы. А, то есть программа – это одна история, а вот именно недвижимостная часть? Нет, все, что касается недвижимости, ровно 250 тысяч, и все. И более того, я тоже напомню один важный момент, что в нашем проекте, в отличие от других проектов, где номер дается в собственность, у нас отсутствуют полностью сборы на содержание недвижимости. Вот я как раз хотел бы спросить, почему и почему это, во-первых, так? Мы заботимся о наших инвесторах. Ну, вот мы приняли такое решение, у нас это все оплачивает девелопер, и это, кстати, очень важный момент, особенно первое время, когда отель, может быть, какой-то не будет приносить какую-то прибыль, да, то есть наш инвестор не платит вообще ни за что. Давайте теперь поговорим немножко о сроках. Во-первых, ведь программа Черногории, ну, собственно, я никакой тайны не открою, она создавалась властями страны не просто для того, чтобы обау, две тысячи паспортов раздать, да. Черногорцы, как, собственно, и все власти других стран, такие программы делают для того, чтобы, ну, развивать свою страну. Конечно. И в случае с Черногорией, почему особенно такой акцент был сделан больше на север страны, чем даже на юг, чтобы развивать вот горнолыжный кластер и так далее. И, соответственно, в эту программу вошло очень ограниченное количество объектов, просто потому, что цель инвестиции в новое и строящееся жилье. Да, все верно, да. Что сейчас происходит у вас именно со строительством? Ведь ваш проект еще не построен, и, например, строительство только началось. Какие заявлены даты и когда проект будет завершен, по крайней мере, вот в той стадии, которая заявлена сейчас? Да, наш проект, так как он был авторизован самым последним, мы получили авторизацию в конце сентября 2020 года, мы сейчас, у нас очень активно ведется строительство, у нас уже готов фундамент, возводятся перекрытия, плиты, в некоторых зданиях уже строится цокольный этаж, вот, и сдача объекта полностью мы планируем в июне 2024 года. Июнь 2024 года – это то время, когда объект начнет работать, первые постояльцы туда смогут заехать, и, соответственно, если мы говорим о доходной части, да, она не гарантирована, но она возможна, по крайней мере, соответственно, человек может что-то начать зарабатывать со второй половины 2024 года. Да, по сути, да. Так, я, знаете, что еще попрошу? У нас есть кадры, это не кадры текущие, это кадры, как я понимаю, полтора-два месяца назад были сняты, летом еще, я попрошу сейчас показать видео, оно у нас, кажется, где-то должно быть, видео, да, вот это явно, но, собственно, стройка начиналась, она началась, должна была начаться весной, но, как я понимаю, началась чуть позже, вот, давайте, ну, собственно, да, выродка от лаван, ну, едва ли кому-то что-то скажет эти кадры, потому что стройка действительно идет, контуры зданий еще не видны, ну, собственно, совсем небольшое видео, но это к тому, что строительство проекта началось, идет, и, соответственно, собственно, есть цикл, займется, примерно, около трех лет. Строительство началось, идет, так как у нас достаточно большой отель, второе, на горе, естественно, подготовка самого участка, естественно, также занимала достаточно большое количество времени, но мы все знаем, что самое основное в представительстве это подготовка о территории фундамента, это цоколь, и дальше все уже строительство, оно идет уже достаточно быстро. Я знаю, что эти страхи развеять невозможно, но спросить должен, сможете ли вы их как-то развеять. Программа гражданства заканчивается. Что дальше, во-первых, вы будете делать с этой, с нераспроданной недвижимостью, потому что ведь распроданная недвижимость, понятно, ее покупали под гражданство, там есть вторая цель, инвестиция – это вторая составляющая. А вот если у людей есть просто какие-то другие желания что-то приобрести, почем, и насколько вы готовы дальше, как-то может быть, снижать цены или что-то еще, что вы будете делать с нераспроданной недвижимостью под программу гражданства? Ну, там, неважно, сколько номерок у вас останется. Смотрите, как мы с вами обсуждали и весной, и летом, я уже об этом говорила, что мы планируем продать под программу гражданства всего лишь порядка, где-то нет конкретной цифры, да, но порядка 50% номеров. Все остальное – это будет собственностью девелопера, собственностью ательера. Из того, что у нас на данный момент, мы продали уже где-то около 70% номеров, поэтому если мы сейчас до конца программы все это благополучно продаем, мы можем открыть еще продажу, либо нет. То есть здесь уже как сам решет-девелопер. В любом случае, даже если вдруг там эта квота не будет дораспродана, так как у нас проект, как я уже сказала, и под программу гражданства, и лайфстайл-проект, то есть отель, который мы так или иначе планировали построить на севере, он все равно будет построен, закончен и открыт тогда, когда мы его запланировали. Окей. Давайте я тогда еще раз просто покажу. Я попрошу закрыть вот видео и показать еще раз презентацию Светланы, чтобы мы еще раз просто пробежались по этой презентации. Я предполагаю, вы, конечно, можете ее выслать всем желающим. Конечно. Итак, еще разочек. Ну, это еще раз повторю. Рендеры, поскольку строительство отеля только началось. Филипп, давайте я скажу еще один важный момент, как раз-таки про опасения, да, и про окончание строительства, что у нашего девелопера вообще из 15 проектов всего лишь 5 авторизованных проектов имеют банковскую гарантию в размере 2,5 миллионов евро. И наш объект один из этих пяти. То есть у нас есть банковская гарантия, которая у нас, как бы, сумма 2,5 миллиона евро заморожена на счете, которой мы не можем пользоваться до тех пор, пока мы не сдадим наш объект. Окей. Ну, еще раз я хочу показать условия. То есть есть номера 250 и 500. Ну, очевидно, вы цену и, собственно, содержание номеров, очевидно, в каком-то смысле, по программу это, собственно, и делали. Ну, то есть... Ну, мы корректировали, естественно, мы же получали авторизацию, но в планировании нашего отеля очень активное участие принимал Splendid, так как мы уже, естественно, договорились о совместном отеле. То есть они висели изменения. И, в общем, здесь тоже с... Так как они уже достаточно, скажем, большое количество лет, да, то есть они профессионалы в этой области, здесь мы им доверились и... Окей. Ну, и тогда все-таки еще один раз вы уже ответили на этот вопрос, но все-таки, поскольку мы еще говорим о гражданстве и, соответственно, нужно успеть, вот с того момента, как человек начинает изучать ваше конкретное предложение, и до того момента, как он получает все документы, с которыми он может потом идти к Софье, вот подписанный предварительный договор, и так далее. Сколько времени минимально может пройти? То есть через какое время вы готовы предоставить все? Но это все равно не 15 минут, не 20. То есть все равно какой-то... Нет, то, что с вашей стороны, мы предоставляем все достаточно быстро. То есть так как сбор документов собирает месяц-полтора, да, как сказала Софья, и поэтому здесь параллельно изучаются наши договоры. Это договор купли-продажи, договор на управление и договор аренды. Аренда номера, который инвестор должен будет сдавать 11 месяцев в году. И, кстати... Вот я как раз хотел уточнить, чуть больше, более подробно. Да, по этой программе условия, что инвестор должен был сдавать номер 11 месяцев в году. Один месяц в году он может сам отдыхать в отеле «Монтис». И так как наш отель будет управляться отелем «Сплендит», то пока идет строительство отеля «Монтис», инвестор может отдыхать с семьей бесплатно одну неделю в году в отеле «Сплендит» в Бульве, на юге Черноморья. И также у него будет скидка на всю инфраструктуру отеля «Сплендит» и отеля «Монтис». Вот вы говорите про договор со «Сплендитом». Этот договор бессрочный или он на какой-то срок? Он у нас сейчас заключен на 10 лет. Я имею в виду, я покупая недвижимость, заключаю автоматически 10-летний договор. Нет, смотрите, это наш договор, «Монтис». Мы с вами заключаем договор, как я уже сказала, три договора. Договор у нас по поводу как раз-таки владения недвижимости. У нас сейчас нет в проекте обязательного владения недвижимостью 5 лет, то есть вы имеете право продать ваш номер сразу же после окончания строительства, после сдачи объекта, как раз-таки в 2024 году. Без потери гражданина? Без потери статуса гражданина? Нет, вы статус гражданина уже никак не потеряете, и его очень сложно отобрать. Окей. И вот, может быть, немножко наивный, но вопрос не в бровь, а в глаз. Зачем покупать по 500, если нужно только 250? То есть там жить-то ты, скорее всего, не будешь. Еще раз... Зачем покупать номера по 500 тысяч, если нужно только 250? Нет, как я уже сказала, это на двух инвесторов. То есть, например, это семьи друзей, либо родственники, либо если дети уже финансово независимые покупают. То есть бывает у нас покупают два соседних номера, соединяют их дверью, чтобы они были как коннектинг. То есть это совместная собственность, и каждый получает формально половине, а уж как они будут там дальше собираться с прибылью, это уже их личное дело? Нет, у нас все это прописано. Прописана какая доля, от какого номера у этого инвестора. Все в договоре. Я имею в виду, если человек покупает номер за 500, на двух собственников, то, соответственно... Но подаются оба, поэтому договор заключает оба собственника. И у нас в договоре все прописано, да. Все, ясно. Хорошо. Спасибо. Так, не прощаюсь, Светлана, с вами. Я хотел бы, чтобы Софья к нам опять вновь присоединилась. Софья, если вы нас слышите, подключайтесь. Мы уже начинаем сейчас подводить итоги, и я все-таки хотел бы обратить внимание, что с момента нашего вебинара прошел ровный час, и это... Пардон. И это означает... Сейчас, секунду, поправлю свою гарнитуру. Я считаю, что ровно на час меньше осталось времени до получения... До завершения программы граждан. Знаете, сейчас не то время, чтобы там размахивать флагом и призывать все, давайте, посмотрите, как здорово, какая замечательная Черногория. Вот, если можно так сказать, что первый, второй вебинар мы еще могли что-то, условно говоря, рекламировать. Сейчас вопрос уже не в рекламе, а вопрос просто в том, если вы считаете это целесообразным, то надо действовать вот прямо сейчас. Ну, сейчас там и на протяжении последних двух-трех недель. Если вам это не очень интересно, ну, значит, неинтересно, более того, через 4 месяца вместе со всеми остальными, ну, такая возможность просто закончится. То есть ничего такого нет. Я просто еще раз хотел бы сакцентировать внимание на том, что нужно делать сейчас, самое ближайшее время. Если вы понимаете, что да, вам это интересно, вы готовы процесс начинать. Софья, вот что надо делать прямо сейчас? Ну, хотя бы позвонить нам нужно, написать в Телеграме, в WhatsApp, или прийти к нам на чашечку кофе, сесть друг перед другом, задать нам все вопросы, которые вас беспокоят, пугают. Все слухи мы можем перебрать, их очень много, ими полнится земля черногорская русская. Например, что паспорт отберут. А ведь на Кипре есть такой скандал, а почему в Черногории не будет? Ну, это все из серии. А если прилетят инопланетяне? Нет цели у нас рекламировать сейчас Кипр, но тем не менее, шумели-шумели, а, по-моему, не отобрали. Ничего не отобрали. Ничего не отобрали. Шумели до сих пор. Замяли, замяли эту историю. Шумели-шумели гражданство... Это все неприятно. Ну, неприятно, конечно, да. Жутко тяжело. С юридической составляющей, именно, если с нее начинать, и с нее подходить, это практически равно нулю возможность отобрать гражданство. Это нужно совершить что-то против человечества. Но не нужно оформлять документы фальсифицированным способом. Не нужно покупать документы у румынских дельцов, которые продают вам бабушек. Не нужно думать, что если вы подделываете какую-то информацию о себе и платите, обходя там через какого-то внука, зятя и так далее, свата, какого-то чиновника в государстве, что все пройдет у вас отлично. У нас сейчас есть клиент, у которого у всей семьи, он высокопоставленный, очень богатый человек, крутой бизнесмен. Все семьи отобрали венгерские паспорта. Почему? Потому что фальсифицированные были бабушки. И он почти 10 лет с этими паспортами прожил. Прожила вся его семья. И даже в Великобритании когда-то входил в ЕС. И все у них было прекрасно. А в один прекрасный момент просто раз и два года назад отобрали паспорта и закрыли возможность въезда во многие страны Евросоюза. Не доводите до этого просто. А все остальное, вот эти все слухи про то, что отберут, задним числом что-то сделают, если есть официальная программа, ничего с вами не случится. Живите по закону. Светлана сказала, я просто хотел, чтобы тоже и вы, Светлана, и вы, Светлана, тоже прокомментировали этот момент. Покупку недвижимости и дальнейшая возможность ее перепродажи. Об этом тоже очень важно, наверное, сказать, что вот в этом смысле, по-моему, Черногорская программа максимально лояльна. То есть ты покупаешь недвижимость, получаешь паспорт, а потом, если хочешь, возьми и продай. Кто определяет срок, через какую эту недвижимость можно продать? Девелопер определяет, Филипп, срок. Мы на самом деле думали, что все будет еще красивее, когда программа запускалась, что так как в законе нет пункта о необходимости держать недвижимость некое количество времени, то нам представлялось возможным, что девелоперы позволят покупать и на следующий день продавать после получения гражданства. Ну, конечно же, так не произошло. Понятно, все бизнесмены к этому пункту подошли сознательно, поэтому все девелоперы имеют различные предписания по данному вопросу и, как правило, разграничение идет таким образом. Либо ты можешь продавать после получения тайтла, свидетельства о собственности, свой апартамент или комнату, или долю, либо ты можешь продавать через определенное количество лет, через пять, например. Окей. И все-таки я еще раз задам тот же вопрос, что задавал вам две минуты назад. Вы просто ответили на него абсолютно честно по поводу того, с чего начать. Вы с телефонового звонка и с чашки кофе. Это здорово. А если мы говорим все-таки о каком-то практическом, прагматичном шаге, вот то, что вы сказали, да, там, залезь в тумбочку, посмотри, все ли у вас нормально с паспортами, свидетельствами о рождении и так далее. Ну, все-таки, вот предположим, человек через два месяца вот вскочит в последний вагон, вы ему застолбите место. Предположим, сейчас он только начинает. Это означает, что он будет делать эти два месяца. Заключит с нами договор, как с лицензированным агентом, получит персональное использование персонального юриста, который начнет с его представителем или с ним лично готовить пакет документов. Урезанный или полный, это мы уже решим по ходу к ЕСС. В любом случае, все документы в конце нужно будет так и так и в том и в другом случае предоставить. Два. Выбрать недвижимость. Договориться со Светланой и с проектом Монтис Маунтин Резорт о том, что какую комнату берет, куда она будет смотреть. Многие хотят выбирать на эту елку, на правую или на левую. И этим нужно озаботиться, если человек считает, что это важно. Вообще мы всегда акцентируем внимание, что вся инвестиция в черногорскую отельную недвижимость, это инвестиция все же в паспорт, в гражданство. Вид не является основополагающим признаком получения, не получения, лояльности. Это вообще никак не влияет на получение или не получение вами гражданства. И потом это не будет влиять на получение или не получение доходности. Доходность получается от всего, от всей деятельности отеля, а не конкретно от вашего номера. Но это детали. Дальше нужно залезть в ту самую тумбочку и собрать все личные документы. Ну а дальше уже все идет как по маслу. Ну и заказать справку о несудимости, раз пока есть еще месяц, можно не тратить денег. Заказать справку о несудимости, коль у вас эта несудимость есть важная приятная сетлана. Тут пошли вопросы. Людей очень интересует вся история связанная с перепродажей. А если разница при перепродаже, действительно, я тоже не до конца этот момент понял, если принадлежит тебе номер, если принадлежит тебе доля, как ты перепродаешь долю в едином номере, то есть если здесь какие-то нюансы и ограничения. Включите микрофон. Нет, нет, нет. Светлана, микрофон включите, не слышим вас пока. Боже, простите, пожалуйста. Ничего страшного. То есть здесь по поводу как продать долю не могу сказать, потому что у нас в отеле все-таки номер в собственности и могу сказать, что многим инвесторам гораздо спокойнее иметь title deed, как сказала Софья, это документ о собственности, точно такой же, как документ на квартиру, на апартаменты. Я дополню две секунды разницы между долей и комнатой. При перепродаже в общем-то никакой разницы нет, но если смотреть в принципе на мировую практику, что продается быстрее, продается быстрее комнаты, потому что мы все любим владеть квадратными метрами, чем-то осознно осязаемым. И для психологии именно вторичного покупателя это тоже будет интереснее, нежели чем покупать просто бумагу. Я, может, тогда еще уточню вопрос. Опять же, все-таки, что еще может быть интересно. Если две семьи покупают номер за 500 тысяч, Светлана, в вашем проекте, соответственно, с каждой из них заключается отдельный договор, но номер один по факту, так? Да. Соответственно, каждая из этих семей может этой половиной доли, половиной номера распоряжаться, как захочет? Нет, это единственный, один номер, и они будут продавать его совместно. А, то есть, вот этот момент такой, тут, ну, просто будьте готовы, лучше, или купите отдельный кусочек, а если совместный, то понимаете, что вам и продавать его нужно будет совместно. Ну, соответственно, да. Окей, и тогда еще один момент, он тоже такой, наверное, философский, но тем не менее, может быть, с точки зрения вида покупка инвестиционная не играет большой роли, но при перепродаже не видите ли вы перспективы перепродажи одного номера или другого, больше или меньше, все. Софья сказала сейчас правильно, то есть, вид, во-первых, не влияет на гражданство, во-вторых, при перепродаже, как я уже тоже говорила, у нас все номера приносят один доход, одинаковый, то есть, номера, которые за 250 тысяч евро, это Junior Suite и Splendid Suite, доход у них будет одинаковый, 40% от чистой прибыли отеля. То же самое, вот на вопрос Ксении, я вижу, да, при перепродаже здесь то же самое, то есть, одинаковая цена, один доход, все то же самое. Окей, ну и тогда давайте все-таки, я может быть не первый раз, но мне кажется, сейчас это, собственно, важно ради этого ответа, ради ответа Светланы по номерам и ради ответа Софьи на вопрос, который я сейчас ей задам, мы, собственно, вот этот вебинар сейчас и организовывали. Итак, что, еще разочек, саморачал, а вот что нужно успеть, вот, чтобы, как вы сказали, застолбить место и вот эту подачу и когда нужно это успеть и когда человек уже не успевает, то есть, вот, что мы там должны принести и когда, вот, все, он сможет немножко выдохнуть и уже заняться чем-то более спокойным. Филипп, нам в офис нужно принести, про, не будем говорить сейчас про договоры с АПЕКС, это понятно, нам нужно принести хотя бы паспорт, доверенность на нас, как на АПЕКС и заполненные государственные формы до, ну, скажем, 20 декабря. Мы сейчас говорим про вбегающих последние вагоны, не про сегодняшних, не которые могут прийти сегодня к нам, аппликантов. Вот те, кто решит в начале декабря, что, о боже, все пропало, я все же хочу, а неужели я не успеваю, нужно вот эти вот три бумаги сделать здесь, нами, в Москве и определиться формально в выборе отельного проекта, заключив с ним по почте все документарные вопросы. Все три документа, про которые мы проговорили, форма, госформы, паспорта и доверенность на нас отправятся напрямую ускоренным, возможно, ДИЧЛем или курьером нашим от АПЕКСа, уже будем смотреть по ситуации в Черногорию, в Подгорицу, и будут поданы через несколько дней в департамент. Последняя дата подачи будет в районе 30 декабря. У нас нет пока конкретно последнего дня и часа, когда закроются двери департамента на принятие от нас документов. Как только мы об этом узнаем, мы сразу же в наших телеграм-каналях и везде в новостях об этом скажем. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, мы на самом деле с Софьей и Светланой сдружились, можно сказать, на наших вебинарах. Все-таки три вебинара с начала года это довольно серьезная цифра. И поэтому я не могу не задать один вопрос уже в самом-самом конце. Программа гражданства Черногории заканчивается, а при этом работать как-то надо и дальше. Светлана, что вы лично будете делать после завершения программы гражданства Черногории с точки зрения бизнеса, с точки зрения вашего проекта в начале следующего года? Как вы себе это видите, когда, собственно, значительная часть бизнеса уйдет в сторону? Филипп, я вам честно скажу, мне пока даже некогда об этом задумываться, потому что сейчас идет такой шквал заявок, что сейчас пока не до этого. Как только мы закончим программу, как только мы закончим продажи, тогда я уже подумаю. Хорошо. Софья, что вы скажете? Черногорская программа это часть вашей бизнес-жизни уж точно. Когда она закончится, что потом? Это большая часть нашей бизнес-жизни за последние два года, чему мы страшно были рады и были бы рады еще хотя бы полгодика, но вроде бы нет. Но ничего, мы это переживем, Филипп, будут новые программы, ну и потом мы вернемся к нашей стандартной рутинной работе с карибскими странами, где у нас пять локальных лицензий, где мы трудимся уже на протяжении многих лет и радовали и будем продолжать радовать наших клиентов, аппликантов получением карибских паспортов. Этим мы занимались и заниматься будем. Спасибо карибам, они, я не скажу вечные, чтобы не накликать беды, но очень пролонгированные по действию. Ну что ж, дорогие друзья, я только сейчас сообразил, а ведь высшее математическое образование, мог бы сообразить и раньше, что до завершения программы Черногории именно сегодня осталось сто дней, если я правильно понимаю, восемь в сентябре и еще 92. Если есть желание, если есть интерес, мне кажется, что мы сегодня рассказали много для того, чтобы, по крайней мере, принять решение и понять, как надо действовать. Нужна вам программа Черногории, не нужна интересного гражданства этой страны, не интересно, это уже вопрос такой, не то чтобы вторичный, самый главный, безусловно, но сейчас уже даже не об этом. Просто если есть интерес, то надо действовать сейчас, а не через два и не через три месяца, когда просто будет поздно. В этом вам помогут Светлана Толмсен, глава представительства Монтис Маунтин Резерт Вайс Плендит и Софья Сильная, вице-президент Апекс Капитал Партнерс. Дамы, спасибо вам огромное, мне кажется, классно обо всем поговорили, на пряниру до конца этой недели самые важные моменты нашего сегодняшнего вебинара и кто не успел его по каким-то причинам посмотреть или какие-то моменты хотел бы уточнить еще в видео формате, у нас будет, естественно, на нашем канале YouTube выложена полностью, полностью, полностью посекундная наша сегодняшняя беседа. Светлана, спасибо огромное, Софья, спасибо огромное и до скорой встречи. Добрый день, в Черногории. Спасибо, Филипп, очень рада сотрудничеству. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры,